Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Ирины Новикова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Во Владимире этим утром Рено Логан врезался в здание КФС на улице Благонравова. Как сообщили в госавтоинспекции региона, машиной управлял мужчина 48 лет. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и потерял управление. На момент ДТП в кафе никого не было, поэтому обошлось без жертв. Но серьезно пострадало само заведение. Еще одна авария со смертельным исходом произошла этим утром на Южной объездной. По предварительной информации водитель Волги выехал на встречную полосу, где попал под колеса грузовой машины. Владелец легкового авто скончался на месте ДТП. Два его пассажира доставлены в больницу скорой медицинской помощи во Владимире. В областной столице в эту субботу 1 июня на время перекроют движение машин по Лыбецкой магистрали. Речь идет о промежутке с 8 утра до 2 часов дня. Проехать не получится от Ерофеевского спуска до улицы Устина-Лабе. На это время транспорт, в том числе и общественный, направят в объезд по улицам Луначарского, Горького и Мира. Связаны ограничения с проведением зеленого марафона. Массовый забег во Владимире и других городах России проводится в 11 раз. Во Владимире этим утром обсудили организацию летнего отдыха для детей. Первый заезд в лагерь Алим состоится уже 30 мая. Другие лагеря откроют свои двери в первые дни июня. Всего на организацию летнего отдыха в этом году предусмотрено 63 миллиона 640 тысяч рублей. В этом году у нас на территории региона открывается 29 лагерей стационарных, загородных. Кроме того, уже начали свою работу 358 лагерей с дневным пребыванием при школах. Будут работать 9 лагерей труда и отдыха. Всего летним отдыхом будут охвачены более 50 тысяч школьников и студентов колледжей. Часть детей получат путевки в санатории. Преимущественно речь идет о лечении в Ивановской области и на Черноморском побережье. В этом году мы очень благодарны правительству Владимирской области. Нам было выделено дополнительно 15 миллионов рублей на увеличение количества путевок для отдыха на Черном море. Всего более 5 тысяч детей будут охвачены санаторно-курортным лечением. К другим новостям. Во Владимире инвалиды и пожилые люди могут получить помощь по дому совершенно бесплатно. По заявке к ним приходит социальный мастер. Подробности расскажем далее. Можно? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. По заявочке Наталья Константиновна. Да, 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 да. От текущего крана до искрящих розеток. В областной столице один из социальных мастеров Олег Моторнов помогает пожилым людям и инвалидам решить с десяток бытовых проблем. Признается, важно не просто устранить поломку, важно оказать внимание. На даче. Не ездите. Всего услугами социального мастера во Владимире пользуются более 200 пожилых людей и инвалидов. Наталья Константиновна одна из них. Женщине 81 год. На прошлой неделе ремонтировал кран ванной. Подтекал. Вот на прошлой неделе ремонтировал. А на этой неделе было со дверью одно, а теперь другое. А он обратил внимание, что дверь подсела. И у него не совсем были, не все инструменты были с собой. Поэтому он говорит, вы звоните обязательно. Да, заявка вот она есть у Марии Сергеевны. Жду, когда вот еще дверь будет ремонтировать. Социальный мастер – технология, которую реализует Министерство соцзащиты населения на базе Владимирского комплексного центра. За неполный год помощь получили более 400 жителей областной столицы. Объем работ самый разный. Сначала побеседовать надо, как психологу. Узнать, что у него вообще на душе. И потом только приступаешь к работе. Спрашиваешь, ну давайте пройдемте, посмотрим. И, как правило, бывает одна заявка. А по факту их бывает 3-4 надо сделать. То есть рассчитываешь на 20 минут в день, допустим, приехать. А с некоторыми было часа, наверное, 2,5. Сейчас социальные мастера могут помочь с ремонтом мебели и сантехники. При необходимости даже подклеить обои. Все услуги оказываются бесплатно. Но злоупотреблять ими не стоит. Получить помощь мастера могут инвалиды и одинокие пенсионеры, которые стоят на социальном обслуживании во Владимирском комплексном центре. Необходимо обратиться в Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения. Можно обратиться через социального работника. Можно непосредственно обратиться к пожилому человеку, позвонив по номеру 424408. Сейчас услугами социального мастера могут воспользоваться только жители областной столицы. Но в ближайшее время технологию реализуют и в других районах Владимирской области. А пока получить всестороннюю помощь и поддержку старшее поколение может в рамках нацпроекта «Демография». Он включает в себя десятки программ, которые действуют на территории региона. Ирина Новикова, Дмитрий Базаров и Татьяна Семенова. Во Владимире проходит межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы по компетенции «Поварское дело». Побороться за звание лучшего в областную столицу приехали конкурсанты из 78 регионов страны. В числе участников – школьники, студенты колледжей и университетов. Каждый претендует на победу. Владимирскую область представляет Ирина Рудакова. Девушка признается – пришлось пропускать занятия. Все время уходила на подготовку и проработку меню с преподавателем. Мы спрашивали очень много же «Поваров Владимира» и не только слепку под на помощь, что же нам сделать. К нам приезжали, советовали многие вещи. В принципе, то, что вы видите, это наше меню, оно составлено очень многими людьми. Начали мы готовиться со два месяца до финала. Каждый день. Чемпионат разбит на несколько модулей. Конкурсантов ждет дегустация, теоретические задания и практический этап – приготовление трех блюд. Комплимент от шефа – горячее из птицы и десерт. Одно из главных требований к десерту – отсутствие глютена и лактозы. В судьях – профессиональные повара и эксперты со всей России. Система оценивания состоит из трех групп судейства именно на этом чемпионате. Была сформирована группа, которая оценивает их работу в боксе. То есть, как они что делают, правильно или неправильно, соблюдают ли правила санитаре. А вторая группа оценила уже результаты их работы в тарелке. Такие показатели измеримы, как температура, масса блюда, правильность подачи, соответствие заданию. Соответствие тому, что они написали в меню, хотели приготовить, и то, что приготовили по факту. И другая группа, третья, они оценивают уже именно стиль, креативность, смотрят внешний вид блюда, оценивают и уже пробуют. Межрегиональные этапы профессионалов, которые продлятся до июня, будут проходить еще в 26 регионах России. Всего в них примут участие более 6 тысяч конкурсантов. Итоги чемпионата подведут в ноябре в Санкт-Петербурге. Проект нашего телеканала «Губерния-33 Донбасс.Притяжение» стал участником международного кинофорума «Золотой Витязь» в Омске. Он проходит с 22 мая. Фестиваль духовно-нравственного кино в этом году проводится уже в 33-й раз. Участниками стали артисты, кинорежиссеры и драматурги из разных стран. Подробные материали моих коллег. На красной дорожке звезды российского и зарубежного кинематографа. Участники приехали из 12 стран. На суд жюри и зрителей представлено 160 фильмов в самых разных жанрах. Это игровое, документальное, анимационное и даже детское кино. В номинации документальный короткометражный фильм в конкурсной программе участвует проект телеканала «Губерния-33 Донбасс.Притяжение». Донбасс.Притяжение – это цикл из 12 серий. Шесть из них уже вышли в эфир. Каждая рассказывает о людях, которые приняли непростое решение – отправиться в Донецкую Народную Республику. Спасатели, строители, инженеры выполняют важную миссию – восстанавливают инфраструктуру новых регионов России, разрушенную в ходе военных действий. Я мечтаю, чтобы все дети Донбасса были счастливы, чтобы все жены, матеря дождались своих защитников, кто освобождает сейчас Донбасс. Я желаю, чтобы поскорее все это закончилось. Врач-хирург Дмитрий Смирнов приехал в Докучаевск из Владимира. Говорит, планировал командировку на три недели, а остался на полтора года. Помогать, в первую очередь, мирному населению, которое тоже страдает, конечно же, от военных действий, которые здесь происходят. После того, как сталкивался постоянно с ранениями, с минно-взрывными травмами, то есть это осколки в первую очередь, заказал, купил мощный магнит. И он очень здорово помогал. И доставать и мелкие осколки, и покрупнее, и пули. Автор проекта Алексей Дудин. Он признается, предложение стать участником фестиваля «Золотой Витязь» для него было неожиданным. Больше всего впечатлила творческая атмосфера на площадках кинофорума. Что больше всех мне нравится в этом, это вот общение, комьюнити, и постоянно для себя что-то подчеркиваешь, узнаешь. Я в журналистике 20 лет, близко вся эта история к киношной теме, но тут прямо очень крутые спикеры, которых прямо вот так вот иногда, открыв рот, слушаешь, даже просто вообще не за чашкой чая. В работе над проектом участвуют журналисты телеканала «Оплот ТВ» из Донецкой Народной Республики. Они говорят, жители ДНР благодарны всем россиянам, которые пришли им на помощь. И, конечно, наш проект, наш фильм о тех людях, которые не оказались равнодушными к нашей ситуации, и что сейчас этот фильм принимает участие в фестивале. Я думаю, что все зрители с помощью нас приобщаться немножко и к Донбассу. Отбор работ на кинофорум проходит согласно традиции, которая сложилась за более чем 30 лет. Она выражена в дивизе «За нравственное возвышение души человека». «Золотой Витязь» всегда был на острие вот этой гражданственной проблематики, патриотической проблематики, духовной проблематики. Поэтому абсолютно органично и закономерно, что фильмы о Донбассе занимают приоритетное место в конкурсной программе. Показы конкурсных фильмов кинофорума «Золотой Витязь» продолжали семь дней. Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоится уже сегодня. Татьяна Гордеева и Егор Евдокимов. В музее-заповеднике «Александровская Слобода» в День славянской письменности и культуры открыли обновленный печатный двор. Там специалисты детально восстановили интерьеры средневековой печатни. К открытии экспозиции была разработана даже театрализованная экскурсия. Она позволит гостям окунуться в атмосферу эпохи Ивана Грозного. Школьники Владимирской области в течение летних каникул смогут бесплатно посетить обновленную экспозицию. Эта эксклюзивная история – это повод гордиться. Это возможность особо рассказать всем нашу историю, историю Александровской земли и Владимирского края в целом. Поэтому мы считаем, что открытие нашей новой экспозиции – это такое важное слово в культурной жизни всего региона. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...